Здравствуйте, друзья! И сегодня я хочу вам рассказать про книгу итальянского историка, профессора университета Сапиенса Эмилио Джентилье. Она называется «Политические религии между демократией и тоталитаризмом». Данная книга рассказывает о том, что все идеологии модерна, будь то национализм, социализм, либерализм или фашизм, представляют из себя не что иное, как политические религии. И Джентилье считает, что в новое время, после французской революции и падения религиозной веры, люди стали искать какую-то новую систему ценностей, вокруг которой они могли бы объединиться. И такие политические сущности, как нация, класс, раса, партия, родина, а сакрализованная харизматическая фигура вождя преобразовались в какие-то божественные сущности, стали неприкосновенны и неоспоримы. И все эти божественные сакрализованные сущности сегодня функционируют благодаря тщательно разработанной системе верований, мифов, обрядов и символов. Условия для сакрализации политики сложились, когда церковь полностью отделилась от государства, когда вместо Бога люди стали в качестве идеальной верховной сущности превозносить и прославлять отчизну. Автором понятия «гражданская религия» был французский философ Жан-Жак Руссо. Именно он ввел этот термин для обозначения гражданской религии в своем труде «Общественный договор». Руссо пишет, что христианская религия, которая, учредив церковь, установила на земле Царство Духа, отделила систему теологическую от системы политической. И тем самым она нарушила единство политического организма и вызвала междоусобные распри, которые с тех пор уже никогда не переставали волновать христианские народы. И, по мнению Руссо, единственным лекарством от этой болезни могла бы служить идея объединения в один организм мирской и религиозной власти. То есть объединение двух голов орла в одну. И это средство, как считал Руссо, с необходимостью предполагало отказ от христианства, потому что эта религия не привязывает сердца граждан к государству, а наоборот, она отделяет их от всех земных привязанностей. «Я не знаю ничего более противоречащего Духу общества», писал Руссо, «чем христианство». Эмилио Джентиле пишет, что современный человек, который восстал против Бога, всё-таки продолжает жить и вести себя так, как будто он верующий, потому что он продолжает жить под влиянием псевдорелигий и деформированных мифологий. Именно политика в наше время создаёт идолы, мифы, обряды, сакральную общность и веру. Именно политика берёт на себя роль легитимации социального порядка, то есть ту роль, которую раньше на себя брала религия. Отцы-основатели США после своей смерти прославлялись как земные божества и помещались в национальный пантеон. Им посвящались памятники и храмы. Джордж Вашингтон вообще возвеличивался как новый Моисей, который вывел свой народ из рабства и привёл его в землю обетованную свободой и независимости. Писатель Герман Милвель писал, что мессианская сущность американской нации кроется в божественной природе её демократии, которая придаёт священное достоинство каждому человеку, то демократическое достоинство, которое без конца изливается на толпу самим Богом, который есть центр и окружность всякой демократии. Линкольн сразу входит в пантеон американской гражданской религии и садится по правую руку с отцом-основателем Джорджем Вашингтоном. Сын Божий Линкольн, принесший себя в жертву ради спасения и единства демократии. Миф о богоизбранности американской нации воспринимается как долг экспансии англосаксонской расы. И поэтому во второй половине XIX века гражданская религия США приобретает националистические, империалистические, даже российские свойства. Она становится какой-то фундаменталистской и несерпимой. И американец идёт на войну как какой-то крестовый поход. Функция и задача любой религии, предвознося человека над самим собой, делать его частью какой-то моральной общности или церкви, наполнять его экзальтацией и энтузиазмом. Общее верование по отношению к таким мирским, сакрализованным сущностям, как флаг, герб, гимн, отечество, политическая организация, герой, историческое событие в политических религиях являются общееобязательными. Потому что община просто не терпит их открытого отрицания или профанации, жестоко преследует взаимокомыслие. У французской революции был и алтарь альчизны, и трёхсветная кокарда, и скрижали конституции, и колонна прав человека, дерево свободы и фасы единства, траурные обряды и какие-то приуроченные к торжественным событиям и годовщинам праздники, путешествия, символические игры. И то же самое было у фашистов в Германии, у коммунистов в СССР. Вообще именно фашизм первый открыто объявляет себя политической религией и взывает к иррациональному. Также фашизм делает мифологическое мышление единственным типом коллективной политической культуры, потому что это единственное мышление, которое адекватно массам, не способным к самоуправлению. Также фашизм, как и советский коммунизм, сакрализует фигуру вождя, выдвигает какие-то кодексы этических заповедей, политическую литургию для прославления государства. В СССР, например, Ленина вообще посмертно объявили вечно живым, благодаря вечности его мыслей. А его мумия стала предметом поклонения и культа, подобно мощам святым в православии. В общем, получается, что мы с вами вроде бы как живём в расколдованном мире, в мире победившего сциентизма. Но наука всё-таки не даёт нам никаких обоснований, никакого фундамента для существования политических институтов и функционирования или существования общества в форме государства. И поэтому в политической философии государство — это социальный конструкт, который уже давно снят. И он существует только благодаря тому, что существуют люди, которые верят в святость вот этих вот мифических мирских сущностей, в их непогрешимость, в их непреложность. Эти люди никак не причастны к философской мысли. И поэтому всегда будут существовать люди, которые будут играть на этой вере. А в политической философии государство — это просто вот разложившийся труп, его уже нет. Левиафан на самом деле мёртв, и наша реальность называется зомби-апокалипсис. В общем, в этой книге, просто потрясающей книге, очень развернуто и последовательно на многочисленных интересных примерах показана современная религиозно-политическая матрица. Описаны методы и техники по обращению в новые гражданские религии масс. Поэтому если вы особо впечатлительны и не готовы к потрясениям, я вам не рекомендую читать эту книгу. Я просто не хочу брать на себя ответственность за взрыв вашего мозга. Ни в коем случае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok